С 1 февраля 2013 года начнет действовать новый регламент по приему квалификационных экзаменов для водителей. Ошибившись хотя бы раз в теоретической части, кандидатам придется отвечать на дополнительные вопросы, причем общее время на ответы не увеличится. Право на две ошибки остается, но каждая из них будет стоить еще пяти вопросов. На автодроме придется выполнять четыре обязательных упражнения. Из прежних пяти ликвидирована змейка. Здесь права на ошибку у водителей не будет. Городские маршруты могут стать сложнее. В них включаются дороги с различной интенсивностью движения. Волгоградские эксперты полагают, что нововведение намного усложнит процесс сдачи экзамена на права и могут привести к росту коррупции. Снизится уровень с первого раза, потому что вы сами понимаете, 20 минут, и вы должны ответить на 20 вопросов. Один он сейчас не сдает, скажем, это допускается, но все равно идет, получает водительскую старию. Но когда он получает пять дополнительных вопросов за каждый неправильный ответ, то есть их всего два допускается, то время остается тоже. Фактически это цейпнот, как в шахматах. Уровень ужесточения мер в плане вождения тоже там сейчас допускается одна ошибка на площадке. Теперь этого не допускается. То есть маленьшее, скажем, какое-то с его стороны неправильное упражнение выполнено. Все, и он свободен. Я боюсь то, что МРЭО в данной ситуации просто завалится. А не так вот у нас, сейчас я смотрю, потому что идет повторная пересдача, очень много у них в те дни, когда идет повторная пересдача, очень много людей, а это будет еще больше. И будет очень тяжело сдать экзамен, мое мнение. Тяжело будет сдать. Потому что не секрет, что народ у нас как бы еще менталитет, что ли не тот. Они считают, что... Да что такое права? Отучиться-то элементарно, все ездят, я могу ездить. Да нет, сейчас уже это изменилось. Это было лет 30 назад возможно. Я считаю, что в нормальной стране, в которой закон превалирует, любые такие нововведения, они полезны для того, чтобы создать более значимый механизм и для того, чтобы люди имели знания, была безопасность дорожного движения, и все это было нормально. Но в нашей такой стране, как Россия, это по всей видимости может быть очередной кормушкой для коррупционеров. Хотелось бы, чтобы все это было прекрасно, и чтобы все то, что делалось, делалось для того, чтобы увеличить безопасность дорожного движения. Очень хотелось бы. Но жизнь прожит. Это приведет к увеличению безопасности дорожного движения, к улучшению знаний граждан, или приведет к тому, что господа, принимающие экзамен, будут набивать свои карманы, точно так же, как и выпускающие школы, и ничего не изменится. Спасибо. 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 Спасибо.